С 2006 года посетил Союз Днепропетровск, многие там были, загорелся технологией и дальше тихонечко идем. Есть свое хозяйство, есть консультации, есть оказание, свой бизнес, оказание услуг. То есть оказание услуг по прямому пассиву, по химопроботке, по уборке и т.д. Поехали, наши будни. Ну, вот наши поля, то, что на сегодняшний день мы вот так вот сеем, по поводу посева. Начинаю отходить от междурядия 15-18, 17 половины аргентинских, а начинаю ходить на междурядии 52, но сдвоенный ряд. 52 с междурядием по оси, а междурядием имею там 12 сантиметров. Буду сеять все культуры. Опыт есть, опыт положительный, работаем. Поехали. Короче, сдвоенный ряд, два ряда идут. По оси 52, а между ними 12. Все культуры без исключения. 52? Да, двустрочный посев с междурядием 52. Все культуры без исключения. Это подсолнечко сплошного сева. Ребята у меня были, приезжали в Ростовске позапрошлым годом. Кодлежка был ему с мою руку подсолнечник, потом обратно его закопал. Кстати, он дальше начал рост. Вам скажу так, что подсолнечник в таких посевах меняет свою корневую систему. Он превращается из стержневой в мочковатый. Проверен, могу доказать. Кроме этого, если мы, ну здесь далеко, есть растения. Я смешиваю подсолнечник из гречих и смешиваю подсолнечник с Викой для посева сплошного. Для того, чтобы меньше получить двойничков и всего остального. Вика, если подсолнечник под гибролайтинг, Вика выдерживает. Я работаю где-то 0,8 по гибролайтингу, амблицидом. И Вика также растет с подсолнечником, помогает ему, а подсолнечник помогает ей. Уборка у меня производится с жадками сплошного среза. То есть я убираю чистую корзинку. Все, что меньше корзинки, все проваливается под жадку, в том числе и Вика. И все остальное. Поехали. Многие вы видели? Да. Вот Воронежская область уже два года накрывает такие песчаные бури. Мы сегодня ехали с Аргеном Леонидом сюда, и нам прислали фотографию с нашей Воронежской области. У нас прошел ураган, град с голубиным яйцом, дожди, ливни и все остальное. А до этого были песчаные бури, которые выдувают у нас, у классиков, тысячами гектаров сахарную сверлу подсолнечник. Просто почему? И нет. Роман может подтвердить, правильно? Воронежская область. Выдувает эту дорогу. Мы уже степи. Поехали. Вот международие 52. Это моя третикальная. Сдвоенный ряд. Поехали. Ну, это мои контролеры. Мои внуки со мной в поле. Это корневая система. Вот смотрите. Это корневая система моего соседа, протравленная фунгицидами, очень дорогими. Парень не жалеет. У него химобработка семян, пяти компонентами, до 20 тысяч на тонн доходит. И я обрабатываю свои корни. Ну, я их называю какашками червя. Угену Деркало в Тарасовском районе. Вашей ростовской выберки. Ну, не вашей, соседской. Я у него покупаю, привожу и обрабатываю и посевы, и семена. Вот. А? А? Это вот соседское. Одного соседа, это второго соседа. Который, ребята, не жалеет денег. То есть у них по классике, все по полной программе. Все как есть. А нормы? Сиди же разные. Нормы чего? Нормы высела. А, ну да. Я сею полтора миллиона, а не четыре с половиной пять. А, стоп, секундочку. Это сеет четыре с половиной пять. Это как и я полтора начал. Я у него посеял, его же семенами, два года попытал, теперь сеет полтора. Я уже все, уже от пяти с половиной убежал. А этот сеет пять с половиной. В прошлом году он сеял в октябре по подсолнечку восемь миллионов пшениц. Нормально. Классика. Поехали. Ну, это свои не залежи. Тут немножко. Тут непонятно видят. Ну, я вам так же скажу. Чуть дальше туда прокрутите. У нас в поле достается залежи, где по двадцать лет ничего не было. Никто. Вот мы с помощью машины Бабкета, с помощью вот этих вот кусачек, сами тут немножко доделали, мы выдергиваем деревья вместе с корнями, затем идем лущильником, ну, там, до шести раз. И метнул лущильником, не дискатором, ничем, лущильником на глубину три-четыре сантиметра. Выравниваем, стараемся как можно выравнивать больше почвы, чтобы наши потом агрегаты самоходные опрыскатели и все остальное ходили. Ну, и вот таким вот образом мы получаем плодородную почву. Что делаем дальше? Обрабатываем лифосатом, румом рассеиваем люцерном, обрабатываем триходерами и забываем. На два года. Триходерами по вскоре? Не забываем на два года. И потом заходим, получаем конфетку. А то амазон, а семянство? Ну, я где-то сею килограмм, наверное, 15-18, вот так. Румом амазон позволяет делать. Поехали. Ну, спасибо за внимание. Кроме этого, еще что скажу. Ушел практически от органических удобрений, кроме аммерочной селитры, азимы и корневой аммерочной селитры, от генеральных удобрений, а ушел полностью. Работаю с ребятами из Белгородской области, которым мне поставляют гранулированные, точнее, дрожжированные удобрения от кур, куриные, не куриный помет, на подстилке. Они дрожжированные, они обработаны биологией, они прошли процесс ферментации, и затем закатались дрожжи. Они ее поставляют, в селку заходят, работает нора. До этого покупал у других, которые делали методом бескислородного обжига и делали пилеты, отказался напрочь. То есть, ну, не работает. Эти работы у меня получаются. Кроме этого, работаю биологией, хорошо работаю, вот с детками мы работаем, работаем про травку семян, работаем по вегетации, делали опыты у соседей, которые вот классика, просто загоняя ихнюю селку, в ихнюю селку, там, по 10, 15 гектар, дают мне, я им сею ихними же семенами, но обработанные моей биологией. Немножко поговорим о беспилотниках. Одно из направлений. Начали где-то года два назад, испытали сначала услуги беспилотного летательного аппарата, ну, купили услуги. Приехали ребят из Краснодара, сделали ему беспилотную, с ним обработку, а потом купили себе два, и на данный момент работаем у себя, и оказываем услуги соседям, сторонним организациям. Поехали. Что началось? Началось с Киева. Мы с Эрнестом мечтали купить дроны, и вот на фоне дрона большого в Киеве мы сфотографировались. Мечта сбылась у меня, и мечта сбылась у него. У него тоже есть дрон, круче, чем у меня. У меня Т-20, у него Т-30. Поехали. Видео. Смотрите, как идет завихрение дрона. В зависимости от ширины, зависимости от высоты. Если вы говорите, здесь есть два метра, значит, ширина запада шесть метров. Если четыре метра, ширина запада до девяти метров. Поехали. Это диссекация подсолнечника. Обратите внимание на подсолнечника. И на дрон на подсолнечника. Видите, что происходит? То есть он добивает до земли. Техлохина бьет, дай дорогу. Следующее. Потому что, ладно, может, видно здесь. Но эффект в конце. У всех у нас посадки кленовые, разрастаются. Да. Кленовые посадки. Вот таким образом мы стараемся, чтобы клен у нас не раз. Он нам не захватывал поля, и потом нам не пришлось бы выкорчевывать это все. Следующее. Это у меня ребята или со Ставрополя, или из Краснодара прислали. Теперь уже коллеги. Вот они здесь, на рисовых чехах работают. Краснодарском крае. Так, следующее. Это экономика. Любой наш опрыскопитель 4% под колесами оставляет наших растений, посеянными нами. Минимум 4. Есть еще не подруливающие, то есть 6,8. В прошлом году у нас взлетал такую картину в Орловской области. Работал. Они, РАПС, высотой, метр пятьдесят, минимум, азимы, делали десекацию МТЗ-80 с опрыскопителем 18 метровых. Останавливаюсь, говорю, мужики, остановите все, ради бога, мне жалко просто. Я вам бесплатно сделаю десекацию. Ну, просто жалко было. Такой РАП стоял, они просто процентов номер двадцать уложили трактором, обмолотили и все. То есть мы экономим не вминая посевы. Поехали дальше. Немножко начали баловаться нормами препарата, глипосат, риглона. За эти цифры отвечаю, работаю на своих полях. Но это не просто, так скажем, экономим на препаратах. Просто взял и меньшее количество дал. Нет, не получается. Это то же самое, что как с нормами высеваем пшеницы. То есть нельзя взять пшеницу и посеять полтора миллиона вместо пяти, как ты сеешь. То есть нужно откалибровать семена, нужно хорошенько их протравить, нужно правильно вовремя посеять на определенную глубину, правильно оставить и т.п. То же самое здесь. То есть первое, водоподготовка. Самое главное в тронах это водоподготовка. Мы используем воду либо обратного осмоса, либо покупаем в бутылях 18-литровые. Есть приборы не превышение металлов. Там 40, максимум 60. ПАЖ семерка. И только с этой водой мы работаем. И не иначе. Только после этого. Дальше применяем препараты типа Сильвета, типа Фултека, то есть препараты, которые позволяют растекаться, капли по листу и позволяют капле быть тяжелой, чтобы не было сноса ветра. Поехали. Это моя мечта. Видео. не только полетать, но и сеять. То есть как фукулок, перед тем, как убрать, нужно посеять. То есть я вот хочу вот такой аппарат в будущем себе купить. Он не прототип, он уже есть. На него повесить Силку, килограмм встал и сеять свои поля. Добрый день, коллеги. Ну, наш агрохолдинг уже 24 года ему. Это, наверное, один из тоже старейших агрохолдингов России. И мы постепенно занимались, росли. И вот на сегодняшний день площадь башни у нас 107 тысяч гектаров, пять хозяйств в трех районах Болгоградской области, два элеватора с суммарной емкостью 450 тысяч тонн хранения, коллектив в аграрном секторе в районе 670 человек, нагрузка на одного механизатора где-то получается я вот когда смотрел, 630 гектаров, в наличии у нас где-то 40, на эту площадь 45 комплексов, 45, значит, энергонасыщенных тракторов, это в основном бюллер 375-й, значит, где-то 45 также опрыскиватель, и нагрузка где-то составляет на один комплекс, в основном это 12-метровые комплексы где-то процентов на 80 и процентов на 15-метровые, без половины тысячи гектаров. Значит, силочный агрегат представлен, значит, комплексами, ну, такая шла эволюция, прямой пассив, мы прямым пассивом вообще-то мы начинались заниматься, как только приобрели комплексы Бурго 88-10, это было где-то 2006 год, и использовались на прямом пассиве, еще в комплектации стрельчатая лапа, и был такой эпизод, как бы, когда по подсолнечному съели и чмей, потом в дальнейшем немножко все трансформировалось, и где-то вот уже с 11-го года уже у нас пошло такое внедрение прямого пассива уже такое как-то системное, комплексное, и первые помимо Бурго 88-10, которые уже переоборудовались в анкер, были приобретены селки Джонгир. В дальнейшем у нас как-то развитие получил дальнейший развитие все-таки анкер. То есть мы сначала для себя думали, что как-то такой паритет 50% анкера, 50% дисковых селок, потому что анкер явно имел преимущество весной, но потом практика показала, что все-таки анкер у нас занимает большую долю посева, он более практичен, и именно в хозяйственном использовании все-таки с анкером получилось больше. По селкам, кроме Джонгира, у нас еще есть Бурго 3710 дисковая, тоже монодиск, и Джерарди. Честно говоря, не совсем эти селки, они у нас как-то вот не ту нагрузку они получают, то есть сектор использования очень ограничен. И в анкере такое пошло разделение, то есть анкер 8810, ну это такая как бы неубиваемая, тут говорили, неубиваемая, но с таким немножечко отрицательным моментом селка, но она действительно селка, которая трансформировалась у нас там с помощью барнаульского анкера, значит, хотя копирование у нее все равно недостаточно хорошее, затем в самых сложных ситуациях, когда действительно проблемы и с влагой, и с терниевым фоном, здесь на выручку приходит просто родной анкер, который идет в Бурго 8810, вот с этими выравнивающими горными, которые можно, как копти называть, но вообще-то они как выравнивающая барана такая вот спиралидная конструкция. Ну и в настоящий момент еще добавились селки Бурго 3330, 3330, 3320, производственники в принципе тоже довольны этими селками, они 15-метровые, они более производительные, они копируют, качество обеспечивают более высокое качество равномерности заделки семян, что в целом банкера является больной темой. Культуры, которые мы используем, ну в основном где-то процентов в среднем 40 процентов это у нас сазимая пшеница составляет, процентов там в среднем где-то 25 подсолнечник, нут соответственно до 15-12 процентов, лен где-то бывает процентов там 8-10, твердая пшеница яровая, ну кукуруза у нас там символически занимает где-то там 2-3 процента. Помимо этих культур так ситуационно немножко используем горох, это в самой северной зоне, но как-то он у нас не пошел, любви, это пшеница нравится с одной стороны хорошая культура, экономические результаты, выражаемость, ну сложности с уборкой, при нашей загруженности у нас на один комбайн где-то получается 1300 гектаров приходится пассива и конечно уборка содержится. И сроковая культура горчица. Вот сроковая культура горчица она используется ситуационно когда вот в 16-17 когда была проблема вообще засеять полосы площади то есть после озимой пшеницы с хорошей соломой когда сырые были и вот все это переходило на июль и сев доходило до 20-го июня по-солнечку у нас то есть такая сдвижка проходила и в этот период потом выручала горчица ее съели чуть ли не до июля но это все равно позволяло горчицу убрать в сентябре и еще успеть посеять озиму и украшить зимой после горчицы ну что еще добавить переход на наутил был у нас постепенный с 11-го года мы ходили постепенно набивали шишки ездили делились опытом на Ставрополье там раза три мы были добровольным затем в Ростовской области в Шеноковский район там тоже раза три бывали ну начинали первое конечно наверное как многие из вас еще нулевые годы были Днепропетровские в Агросоюзе начинали вот ну в какой-то мере наработан уже свой опыт своя технология вот на сегодня уже у производственников у администрации хозяйства у руководителей вопроса не стоит как бы там возврат или куда двигаться то есть уже все как бы да проблем есть проблем много и каждый год они немножко какие-то свои нюансы есть есть над чем работать но в целом как бы технология как-то уже я считаю внедрена с 16-го года у нас практически мы на 100% уже пришли на прямой посев ну единственное что у нас конечно противопожарная пропажка после уборки этот края мы обрабатываем дисками чтобы это не было перехода пожара потому что иногда бывает балки загораются хотя бывает сегодня сейчас такие ветра что вот у нас в одном хозяйстве два года назад там за 20 минут там тысяча гитар сгорело просто-напросто и просто шквал как пошел через посадку и пока не уперся в поле где подсолнечник был бассейн и озимая и яровая еще не до конца наличь и все смело вот так из культур по эффективности что хочется сказать вот я специально посмотрел за 5 лет средние данные ну во-первых по эффективности за 5 лет средняя эффективность гектара чистая плита в районе 27 тысяч средний за 5 лет последние два года конечно как говорится жирные тучные года там это отдельная тема надо брать все-таки на территории наиболее эффективная культура конечно в нашей зоне это подсолнечник вот затем идет нут вот потом кстати идет яровая твердая пшеница и там тазимая пшеница там рядом немножко но отстает вот ну и замыкает льон я пройдем и сказал льон у нас я считаю как в какой-то мере так культура как раньше занятый пар на узгород называли вот она у нас хороший предшественник потому что зима пшеница лучше всего результаты дает по нуту и по льну я все закончил спасибо как раз вот эти года когда вот влажные были вот май и у нас так получается ранние яровые они в основном это яровая пшеница и лен они идут у нас по подсолнечнику стерневой фон минимальный и как-то мы успеваем еще здесь а потом как идет как озимая пшеница наступает там кукуруза немножко ну в основном озим пшеница и все тут если пошли в мае дожди и все это начинает да потом еще в июне дожди да вот просто мы здесь уже и вот в принципе уход на анкер он как раз был с этим и связан ну и анкер здесь не помогает бывало что в 16-17 году даже у нас химпоры уходили некоторые площади просто не смогли их засеять такие вещи придется вы стараетесь чтобы ваша стерня в качестве стоячего такого объекта была или наоборот крошить стерню в виде измельченной замульчированной органической массы значит ну наши производственники они пришли в общем чтобы как говорится меньше геморроя было потом они высота среза в районе 25 не выше 25 сантиметров с измельчением значит солом чтобы потом при серии не было вот этой проблемы не выше или не ниже не выше не выше не выше не выше не выше то есть стаск делает именно на измельчение на измельчение да да ну и как-то честно говоря вот не привез у нас очес очес применяется но на льне вот а на зиму пшениц тоже ввиду вот этих трудностей потом с последующим пассивом я думаю может быть конечно надо еще внимательно посмотреть что в чем мы тут не дорабатываем какие именно наши факторы и вот мне кстати вот я смотрю вот у вас весной очес он здесь лежит у нас он стоит потом у нас как периодически вот эти вспышки грызунов коза происходят в очесе этих грызунов потому что я так понимаю там вот эта защита в очесе в очесе в очесе в очесе Продолжение следует...